Ну и последнее. Именно последнее по вот этому . Это все мы сейчас пункт за пунктом прорабатываем . Первая причина – это когда разногласия зависят от достоверен тот или иной хадис или нет. И вот мы уже разбирали с учетом цепочки передатчиков, с учетом характеристик передатчиков. И здесь характеристика по адали, именно по справедливости. И последний пунктик, он тоже, который влияет на степень достоверности по мнению тех или иных ученых. Последний пунктик идет . То есть насколько хадис был заучен. . Опять же, ученые имеют разногласия касательно степени заучивания. . То есть среди ученых есть те, которые . То есть они более жестко относятся к данному условию и требуют, чтобы человек, который передал хадис, он должен быть тем, который его выучил и никогда не забывал. Не забывал. То есть он выучил и не забывал. Тогда это принимается. . Это считает имама Абу Ханифы. То есть он обращал на это внимание. . Но другие ученые не ставили это условие. Не ставили. Вот этот . Ну, потому что человек может написать же, не обязательно учить. Он выучил, потом написал. Ну, и забыл. Но он когда-то выучил, например, и написал. Ну, к примеру. Здесь об этом так не поясняется, конечно. Но говорится о том, что некоторые не ставили условием то, что выучил, и не забывал, пока не передал. Да? И пока это не было зафиксировано. Нет. Некоторые сказали, что это не является условием. И главное, что он вообще выучил, знает этот хадис, передал его. Все. Имама Шафии придерживался этого мнения. Ну, и те, кто согласен был с этим. И, конечно, он говорит, и в итоге . То есть с учетом вот здесь разных мнений . В итоге мы получали разные мнения и выводов, уже каких-то практических выводов богословов. И я вам, не знаю, несколько недель назад или на прошлой неделе говорил. То есть целый пласт богословских трудов, он еще не то, о чем я сказал, вот касательно последних 100 лет. Последних 100-200 лет именно, когда тахких в уверении всех нюансов и ссылки на хадисы, степень хадисов нет. Еще вот был определенный период в мусульманском богословии. Ну, возможно, это третий век хиджры, четвертый, пятый, шестой. Но был период, когда труды Аш-Шафии, Ахмада ибн Хамбеля, Абу Ханиф и его учеников, потому что он-то сам много не написал, но его ученики много написали. Абу Юсуф, Мухаммад, Зуфр, имам Малик. То есть их уже основатели мазхабов и их ученики написали основополагающие книги, а дальше уже поколение, поколение, поколение начали, мы это с вами тогда проговаривали, они начали детально прорабатывать эти труды с учетом, на что они ссылались. Потому что не всегда была ссылка. Даже в большинстве случаев не было ссылки, на что ссылались. Либо коротко была ссылка. А они уже прорабатывали, на что ссылался тот или иной имам, то есть какой аят или хадис. Это все уже прорабатывалось. Эти книги, конечно, они очень удобны. Они у меня тоже есть и по шафийцкому мазхабу, и по ханафийцкому мазхабу. То есть, когда я писал серийные материалы, я всегда учитывал и ханафийцкий мазхаб, и шафийцкий мазхаб. Потому что там как раз идет вот, да, тот или иной имам Шафия Айда или кто-то из его учеников, имам Абу-Ханиф или кто-то из его учеников. Они написали это. А на что они ссылались? То есть на самом первом этапе в большинстве случаев этого не было. А уже дальше началась эта проработка детальная, куда, что. И вот как раз, в том числе, вот эти вот нюансы там начинают всплывать. Что имам Шафия вот с этим согласился по этой причине, а вот имам Абу-Ханиф с этим не согласился вот по этой причине. В том числе, вопросах степени достоверности хадиса или там тот же самый этап, насколько на постоянной основе был заучен этот хадис передатчиком его или нет.